Только вперед и только вместе! С таким девизом вот уже 10 лет идут территориальные общественные самоуправления Ульяновской области. За ними детские спортивные площадки, благоустройство дворов и общественных пространств. И даже создание целой идеологии, во главе которой социальная справедливость и помощь нуждающимся. ТОСы – это территория, опережающая развитие. ТОСы – это самые лучшие, считай, люди, которые есть самоактивисты. Они занимаются благоустройством, занимаются пожилыми. В условиях пандемии мы видели, как ТОСы активно помогали своим соседям. Кто, как не сосед соседу, поможет. В честь юбилея глава региона вручил почетные награды лучшим председателям ТОС. Алексей Русских напомнил, что правительство поддерживает инновационные идеи активистов. Сегодня в Ульяновской области насчитывается 376 территориальных общественных самоуправлений. Движение охватывает порядка 300 тысяч населения. Пример развития движения ТОС в Ульяновской области является наглядной иллюстрацией успешного партнерства между властью и обществом. Замечу, там, где есть сознательное отношение к территориальному общественному самоуправлению со стороны государственных и муниципальных органов, ТОСы развиваются более динамично. Представители ТОС стали настоящими помощниками в вопросах развития городской среды, детского спорта и досуга населения. За годы существования их силами в регион привлечено свыше 20 миллионов рублей. Большая часть средств получена на конкурсной основе. Каждая победа говорит о сплоченной команде и правильно выбранном векторе развития. В 2018 году был проект, посвященный установке памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Стоговка. Это неоценимый вклад, который и память для народа. Затем в 2019 году у нас был проект парк дружбы народов, областные субсидии. И в 2020 году мы выиграли президентский грант с названием «Святых ключей. Чистейшая вода». Помимо традиционного направления благоустройства, активисты ведут системную работу по пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания и уважения своей истории. А также участвуют в поддержке старшего поколения. Вы, наверное, удивлены, что я сейчас нахожусь в казачьей форме, но как нигде именно в казачестве и зародилось самоуправление. То есть мы корнями окунулись туда и зародили себя с 2015 года казачеством. Да, то, что у нас чуть постарше. И вот идея казачества нас очень сильно вдохновила. Останавливаться на достигнутом еще рано. В Москве утверждена стратегия развития территориальных общественных самоуправлений до 2030 года. В нее вошли пожелания и ульяновских активистов. Основной посыл – настроить коллегиальную работу на всех уровнях. От территории двора до страны в целом. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ.